В последнее время говорят все больше и больше о делистинге китайских компаний на американских биржах. Как это будет происходить и чем это грозит. Очень многие задают вопросы, но сейчас я просто попытаюсь найти ответ на это дело. И кроме того, у меня есть одна китайская компания, которая будет проходить, уже на самом деле проходит процедуру делистинга, как это отражается на моем счете. Сейчас я вам все покажу и расскажу. Итак, здравствуйте, друзья. Здесь Демитков Юрий. Но прежде всего я хотел начать издалека немножечко, как всегда, о том, что же такое листинг и для чего он нужен. И чем грозит делистинг. Листинг компании – это просто список тех компаний, тех акций, которые торгуются на бирже. И по которым биржа дает котировку. Давайте вспомним, что такое биржа. Биржа – это место, где встречаются продавцы и покупатели ценных бумаг. То есть, биржа обеспечивает равный доступ всем к торгам через стакан цен. То есть, вы можете выставить заявку на покупку того или иного актива, либо на продажу. И если найдется покупатель или продавец соответствующий, который хочет сделать обратную ситуацию, то вы встречаетесь, заключаете сделку, и все это происходит на бирже абсолютно в автоматическом режиме, абсолютно легко. И при этом обеспечивается что? Права всех акционеров. Вот что важно. И, естественно, это с одной стороны, а с другой стороны, компания для того, чтобы попасть в листинг, должна удовлетворять абсолютно жестким условиям, которые предъявляются к этим компаниям. Потому что компания заинтересована в том, чтобы ее акции торговались. То есть, это привлечение капитала акционерного в бизнес компании. И когда мы покупаем акции, мы становимся совладельцами той или иной компании акции, которую мы купили. И как совладельцы этой компании, как акционеры, мы имеем право на получение доли прибыли, например, в виде дивидендов. Либо, значит, если активы компании растут, то, соответственно, акции компании тоже растут. Компания получает прибыль, акции ее растут, у нее активы увеличиваются. Ну и, соответственно, акционеры получают прибыль, потому что стоимость акции растет. Поэтому это выгодно и компаниям, это выгодно людям, инвесторам. И в каждой стране есть права инвесторов. И эти права очень соблюдаются, по крайней мере. Есть законодательство, которое следит за тем, чтобы не нарушались права инвесторов. И эти законы, эти права, они выстраданы, выстраданы буквально, ну, в течение долгого времени, пока существуют биржи. И как происходит, давайте посмотрим все-таки включение в листинг этих компаний. Ну, мы с вами можем купить акции, в частности, китайских компаний. Каким образом? Всегда такая возможность была раньше через Санкт-Петербургскую биржу. Сейчас появляется возможность через Мосбиржу покупать акции китайских компаний. Ну, вот для большинства из нас, для широкого круга. И что такое Санкт-Петербургская биржа? Санкт-Петербургская биржа имеет, ну, какую-то прямую связь с другими биржами, на которых продаются акции тех компаний. И просто Санкт-Петербургская биржа или Московская биржа, ну, как бы выступает фактически как посредник между нами и той биржей. То есть, мы выставляем заявку на Санкт-Петербургской бирже, она, значит, эта заявка может быть осуществлена как между клиентами Санкт-Петербургской биржи, ну, и также она может быть выставлена на бирже другой, в частности, на бирже NASDAQ, например, или New York Stock Exchange, или London Stock Exchange, на той бирже, с которой у Санкт-Петербургской биржи заключен договор. И я присутствовал на встрече с руководством Санкт-Петербургской биржи, там были все руководство Санкт-Петербургской биржи, и они объясняли, как происходит вот эта вот процедура включения в листинг Санкт-Петербургской биржи. Понятно, что китайские компании сами не идут записываться в листинг Санкт-Петербургской биржи, они регистрируются, скажем, на бирже NASDAQ, а биржа NASDAQ уже дает доступ другим биржам для того, чтобы другие биржи могли дать доступ своим инвесторам к соответствующим ресурсам. И таким образом биржа Санкт-Петербургская, когда включает акции той или иной компании в листинг, у нее есть техническая возможность продать эти акции или купить с биржей NASDAQ, с New York Stock Exchange, с другими биржами. Она заключает, ну эти договора заключены, и биржа, кроме того, должна осуществлять доступ потенциальным инвесторам или инвесторам к существенной информации, связанной с той или иной компанией. В этом основная проблема, как мне объяснили руководство Санкт-Петербургской биржи, потому что биржа не просто поддерживает котировки, она еще и поддерживает публичность этих компаний, то есть всю существенную информацию биржа обязуется выдавать акционерам и отслеживать ее. Поэтому в этом основная проблема. Итак, смотрите, значит, Санкт-Петербургская биржа имеет техническую связь с биржей NASDAQ, с биржей New York Stock Exchange, возможно, с London Stock Exchange. Они говорили, руководство, что уже, в принципе, налажен весь процесс взаимодействия с Сингапурской биржей и с Гонконгской биржей. То есть есть возможность торговли и на этих площадках. Что произойдет, когда компания выходит из листинга? Ну, во-первых, компания может выйти из листинга биржи по своей инициативе. Ну, дело в том, что нахождение в листинге требует дополнительных расходов, во-первых. Ну, то есть там надо поддерживать всю вот эту информацию, публичность и так далее. И, может быть, какая-то компания, например, не хочет быть публичной больше. Она что делает? Она выкупает акции у всех акционеров этой компании, у миноритариев. Каким образом? Акционерам предлагается оферта, так называемая. То есть в оферте написано, что мы хотим выкупить акции своей компании. Ну, если, скажем, компания нарушает какие-то законы или условия, которые она приняла на себя, ну, обязательства, то на эту компанию накладываются штрафы соответствующие и так далее. То есть есть законодательство, которое управляет правами акционеров. Ну, вот, ну, в частности, вот у меня, например, есть акции компании Sina Corporation. Это китайская компания, которая владеет мессенджером Weibo и, ну, это основной ее актив. Ну, я ее когда-то купил. Вот, посмотрите, акции этой компании когда-то стоили 120 долларов. 120 долларов. И потом, когда Трамп начал свой поход против китайцев, они опускались в 2019 году аж до, сначала, ну, грохнулись до 60 долларов за одну акцию, а потом еще ниже, потом еще ниже. И где-то вот, примерно вот здесь, наверное, в августе 2019 года я купил акции компании Sina Corporation. Ну, потому что они упали ниже некуда, а актив хороший. Я их купил и с тех пор они поднимались, падали, поднимались, падали. И, в конце концов, вот сейчас они 42. Ну, где-то вот, я не помню, то ли здесь, то ли здесь, я продал большую часть этого пакета с прибылью, с хорошей. Там я получил прибыль. Вот, но у меня в портфеле остались еще, ну, достаточно большой пакет этих акций. Давайте посмотрим на портфель. Вот он мой портфель. Смотрите, у меня на первом месте стоит РУС-28, 1700 долларов. На втором месте Автокол, 101 тысяча рублей. Есть облигация банка открытия, 95 тысяч написано. Ну, значит, здесь 100 тысяч вложено, и сейчас она уже, на самом деле, ну, реально стоит больше. Ну, вот, она не ликвидная. Дальше идет Эли Лили Энд Компани по доле в портфеле. И следующее, Сина Корпорейшн. 423,60 доллара. Сина Корпорейшн. Это китайская та самая компания, которая есть. И у меня пакет 423,60 доллара, то есть 10 акций. И теперь давайте посмотрим в КВИК. Однажды я захожу в КВИК очередной раз, смотрю, и у меня было здесь всегда 14 компаний. Потом появилась компания Pfizer, разделилась на две, и я получил одну акцию компании VEATRIS. В результате этого раздела их стало 15, потом смотрю, снова 14. И смотрю, сумма что-то меньше стала, понимаете. Было 3700 долларов с чем-то, а сумма стала 3300. Я думаю, что-то здесь не то опять, что-то мухлеж какой-то. Я стал присматриваться, и вижу, что из моего портфеля исчезли акции компании Сина Корпорейшн. Я задумался, почему, что, как, куда делись, ну вроде как 400 долларов. Начал разбираться, я не помню, что бы я продавал, думаю, может я случайно где перешерстил все. И обнаружил, что акции компании у меня в портфеле, вот они остались, 423 доллара. Но выяснил, что их исключили из листинга биржи СПБ. Почему? Пришло письмо мне с биржи СПБ о том, что акции компании Сина Корпорейшн исключены из листинга в связи с предстоящим делистингом на бирже Насдак. Вот так. И торги по этим акциям проводились, проводились. И также они были остановлены. Вот смотрим здесь, последние котировки, 4238. И, соответственно, компания объявляет об уходе с биржи Насдак. Это было по инициативе компании Сина Корпорейшн. И каким образом будет осуществляться этот уход. Следующим образом, мажоритарий этой компании говорит, что он будет выкупать акции данной компании у акционеров по безусловной аферте. То есть, ну просто принудительный выкуп, грубо говоря. Вот так. Что еще могу сказать? По закону о защите прав миноритариев, о защите прав акционеров, есть положение в этом законе, по которому аферта на выкуп акций не может быть ниже текущей рыночной цены акций данной компании. То есть, не ниже. Не ниже. Поэтому в письме было написано, что... Вот посмотрите, сейчас текущая цена 42.38. В письме было написано, что акции будут выкуплены по цене 43,3 доллара за штуку. То есть, давайте посмотрим еще раз на портфель. Они у меня, последняя цена котировки с 423,60 доллара за штуку будут выкуплены по 43,3. То есть, здесь будет 433 доллара я получу на счет вместо вот этой позиции. Вот таким образом будет осуществлен делистинг этой компании. Эта процедура назначена где-то на 20 января. То есть, о ней объявляется заранее. И по законам, опять же, которые приняты в Америке, потому что биржа Насдока американская, ну, акционеры должны согласиться с этой афертой. И, ну, мне сказали, что, в общем-то, далеко не все акционеры согласны. Они считают, что это не совсем справедливая цена. Многие из них считают, потому что, ну, как бы они обвиняют китайскую сторону в том, что китайская сторона пользуется нагло тем, что акции компании находятся на низком уровне, и им выгодно выкупить этот актив по такой низкой цене, чем продолжать котировать. Они говорят, не, ребята, покупайте там, ну, дороже. И сейчас говорят, что американцы, ну, акционеры, миноритарии подают в суд, в американские же, для того, чтобы, ну, они говорят, мы не согласны с такой ценой 43,3. Ну, вот через какое-то время суд должен завершиться, и, а может быть, и потом, да, дальше. Но сначала 43,3 получим, но потом, может быть, ну, есть надежда получить больше за эти компании, если суд, акционеры выиграют. А в Америке суды, как вы знаете, действуют. Это не совсем Россия, то есть там, как бы, есть суды независимые, и они работают. Ну, то есть будут вынуждать как-то китайцев повысить цену выкупа. Что будет при делистинге других компаний? Честно говоря, сказать затрудняюсь. Дело в том, что, смотрите, как интересно получается. Есть законодательство американское, и по этому законодательству, для того, чтобы компании, акции компании были включены в листинг, компания должна удовлетворять, ну, там, определенным требованиям, там, публичности и так далее, и так далее, и так далее. Китайцы берут, удовлетворяют все эти требования, говорят, вот все, мы можем. Да, можете, пожалуйста, их включают в листинг. Теперь ничего не меняется. Китайцы ничего не нарушают. И китайцы не собираются уходить. А американцы, Трамп, в частности, говорит, надо. Ну, во-первых, Трамп говорит, что, дорогие американцы, зачем вы? То есть, пока идут убеждения. Зачем вы инвестируете в акции китайских компаний? Это не патриотично, и так далее, и так далее. Но я уже говорил, что Америка начинает строить потихонечку социализм, и вот такие вот элементы социализма, они начинают проявляться. То есть, сначала давят на сознательность, говорят, не покупайте, это не патриотично, покупать китайские компании. На что американские инвесторы говорят, слушай, Трамп, дорогой, шел бы ты в задницу, и что хотим, то и покупаем, у нас полная свобода. Но, как бы, дальше идет уже нажим другой. То есть, сейчас по политическим мотивам, что более чем странно, американская администрация говорит, что надо убрать из листинга акции китайских компаний, которые участвуют в каких-то оборонных проектах Китая. То есть, технологические, которые работают с Министерством обороны Китая. Ну, то есть, чисто политические какие-то требования. Как здесь будет происходить... То есть, китайцы говорят, а мы не хотим уходить. Американские акционеры говорят, а мы не хотим продавать их акции. Как будет осуществляться вот эта вот трансформация закона о соблюдении прав и о свободе прав инвесторов вкладывать куда хотят, я, честно говоря, не знаю. Синокорпорейшн, немножечко другая история, потому что Синокорпорейшн сама решила перестать быть публичной, и мажоритарий, то есть главные акционеры, решили консолидировать все акции у себя в руках, путем выкупа с биржи, ну, пользуясь тем, что они находятся на низких уровнях. Вот такая история. Как будет с остальными акциями, которые уходят с биржи из листинга, которые вынуждают выйти из листинга биржи NASDAQ, я не знаю. Но я не зря говорил о том, что мы покупаем акции компаний иностранных через, ну, в основном через площадку СПБ всегда было, сейчас через Мосбиржу. И я говорил, что эти площадки, эти биржи связаны с другими биржами. И очевидно, что просто, скажем, многие китайские компании примут решение перейти, скажем, ну, в качестве основной площадки выбрать, скажем, сингапурскую биржу или гонконгскую биржу, скорее всего. И они будут котироваться там. Тем более, что в Китае биржи очень-очень сильно развиты. Шанхайская есть биржа. Соответственно, наша биржа СПБ заключит договор с, скажем, гонконгской биржей или шанхайской биржей. И вся проблема будет в том, чтобы, ну, информация была с китайского на русский язык переводить достаточно трудно, большие объемы и быстро. Вот. Но с английского-то уж точно можно, а китайцы, естественно, обеспечат это дело, ну, перевод на английский язык. Они это сделают. И кто в этом выиграет или проиграет, ну, скорее всего, ну, скажем, если будет принято такое решение, то просто мы будем покупать акции и владеть этими акциями, покупать, продавать их не через биржу NASDAQ, а через площадку, скажем, гонконгской биржи или шанхайской, или сингапурской. И для нас, в принципе, ничего не изменится. Ну, может быть, они будут котироваться, скажем, в юанях, например. Но здесь тоже ничего страшного. И я думаю, что американцы от этого только проиграют. В общем, сказать, ну, они к этому и ведут, собственно говоря, потому что, ну, тогда роль американских бирж снижается и так далее, и так далее. То есть это палка о двух концах. И я думаю, что они еще 20 раз подумают и будут применять вот эту вот репрессии дозированно как-то и потихонечку, потому что это ослабляет позиции американского фондового рынка. То есть, как бы, есть вторая сторона этого дела. Ну, а как все это будет происходить на практике, мы посмотрим. Сина Корпорейшн я вам показал, что будет, собственно говоря, все. Сейчас традиционно прошу вас поставить лайк, прокомментировать, поделиться со своими друзьями, знакомыми вот этим видео, потому что чем больше вы это будете делать, тем больше у меня будет желание снимать такие видео полезные, и тем больше их будет.